I have ways of blowing things off I have ways of blowing things off Я заберу Труп Вот, таблички Таблички эти, наверное, буду подбирать Уж не знаю, зачем они мне Стакан Без вокала Нет вокала Так, давайте это уберу Как я уже говорил в прошлый раз Если не говорил, то скажу это сейчас Я чувствую себя в этом особняке Крайне неуютно Вот прям вообще фигово, если что Мне здесь не нравится Мне не нравится то, как здесь обстоят Тела И еще мне Давай-давай, обдумывай Я очень сильно надеюсь, что нам Дадут убить его в конце Этого задания, что мы как-нибудь до него доберемся Чтобы можно было Воспользоваться крыской И проскочить Зачем я это все ем? Не знаю, мне еще может понадобиться восстановление Жизни А я это ем Наверное, не следовало бы Я теперь не знаю Понимаете, кроме того, что Они тут как статуи стоят Эти солдатики Так он может еще и из любой стенки На меня натравить этого солдата И Мне не нравится То есть Я считаю, что Делать такое в играх Про стелс Когда тебе говорят Ну вот, короче Я понимаю, что их тоже можно Про стелсить Ну вот тебе враг С которым придется бороться Он жесткий Он видит и спереди, и сзади И вообще всякое такое Но это Это просто стена? Вы серьезно? Я достаюсь Логично Это ты про себя, дружище? Рядом Рядом это внизу Есть Там О А здесь я, получается Не был? Или Был Ух ты ж И В5 А, это те гости Которых они ожидали, да? Давайте попросим управляющего Пусть он еще разок Подостоке у реки провели Пусть И думать не смеете Я же вы знались Так, она пошла сюда Он пошел сюда Говорят, вы самый опасный человек в империи Значит, я многое узнаю Наблюдать о вашей смерти Эй Убивать я вас не буду Так, уважаемый господин Адром Я с удовольствием приму вас И проведу демонстрацию возможностей моих часовых солдат Если вы пожелаете их приобрести Как вам должно быть известно Их стоимость исключительно высока Но, когда вы увидите мои творения в действии Вы не сможете удержаться от покупки Будьте любезны Приезжайте в назначенный день С двух до трех часов пополудни Очень важно, чтобы вы пришли вовремя Иначе все могут принять вас за нарушителя Иначе вас могут принять Искренне ваш Ну да, ребят Вы пришли вовремя Тут ничего не поделаешь А это случайно не та дверь Которая там Ну хорошо Картина Блин Убрал яркость Теперь не видно Так Серкановская легенда Ооо Ну какие-то местные мифы Монетки в фонтане Такая банальность Но это прикольно Мне нравится Так, этих ребят я встретил Но не убил Я молодец Они, наверное Наверное Того не заслуживали Хотя не знаю, кто они Ммм А зачем мне туда? Просто чтобы незаметно пройти Или Тут что-то есть Попасть я отсюда никуда Опа Тут есть такая штука Вот для чего я сюда пришел Попасть я отсюда никуда Наверное не могу Да? На второй этаж В кабинеты В коридоры Не могу Это исключительно для того Чтобы прятаться Или Хорошо Я в пяточку Тут мы все исследовали Тут Не то чтобы напрягают Эти крысы Но они здесь зачем-то Просто чтобы я стелсил Или еще для чего-то Кусок железного Это Не буду говорить Чего Так Этого чувака мы убили Ну вот, да Это Это не та же Да, это та же самая дверь Только с другой стороны Как бы Нормально Я понял Окей И Так Ну, значит Теперь пойдем просто в дверь Я Не вижу Прям сильно смысла Задерживаться Мы и так Подзадержались тут Ну, вот этих ребят Обезвредили Рычаг Рычаг конфигурации Стоп А что он нам изменит? Здравствуйте А вот этого не было Я за это время мог, кстати, туда, наверное, пройти А надо ли оно мне? Вот в чем прикол Прощайте, защитник короны Пока не меряю Я понял Я все понял Я еще такой стою Смотрю Там, наверное, кто знает уже Кто играл Такой Нет, беги Нет, давай посмотрим Хорошо Давайте проверим Что у нас здесь Если я правильно понимаю Здесь я сейчас Панель безопасности Два монтажных инструмента Я могу и переназначить, да? Я не верю Что я хочу сюда идти Так Вот эту штуку я могу взломать И могу попасть А, ну это Это я в лифт мог попасть таким образом, да? Ну или не в лифт, а вниз Так скажем Так Секундочку Что тут интересного? И почему мне может показаться, что мне сюда надо? Вроде как Как во времена моего отца Это лифт я Это лифт вниз Окей Мы сейчас Проход воспрещен Явно ты Майерс прослужил три месяца в западном квартале у Леди Пиноли И все Теперь майор Повезу Кадру Наверное, вы считаете, что спасти Эмилии восстановит ее в свою жизнь Почему вы вернулись как Защищайте-ка На мать Это было плохо Зачем я загрузился на самом-то деле? Потому что робот загрузился Да, я понимаю Но Интересно, он проснулся бы или нет? Они ходят туда-сюда, да? Робот стоит просто так Я вас понял Надеюсь, все в порядке Надеюсь, надеюсь Сейчас мы немножечко понаблюдаем Кстати, это кнопка закрытия вызова чего? Надо дальность развить Если она у нас есть, надо ее развивать Сходи, сходи У тебя не получится, конечно Перескни Может быть Может быть Так, и в пятку Б Пойдем на разведку Пойдем посмотрим, что происходит Что из моих часовых ежегодный фехтовальный турнир стал не нужен Вы совсем близко Еще ни один гость не заходил так далеко Вы горды этим Вы так вкушаете нашу встречу Ух, и в пять А что там тогда было внизу? И что здесь? Блин, я путаюсь в этих штуках Во Мы были так близки к цели Но сейчас я не уверен, что знаете, куда идете Так вы никогда до меня не доберетесь Пдп, помолчал, чувак? Пока ты живой вообще, в принципе Там что-то происходит, или мне кажется? Давай, блюй уже Вот это тебе руку-то изогнуло, если что Так, тут есть баки с ворванью Я заберу Эта штука не проснется? Я надеюсь Давайте я в пятку Тихонечко походим Может быть, я просто сейчас вниз съезжу Я тоже заберу Так, пятерочка Сердце прямо под нами Ой, не сердце Сердце указывает прямо под нас О, грены, пули Все, что нужно Здравому роботоборцу Надеть метроном, его не разбудит Я не знаю, что их будет, этих солдат Я постараюсь их не трогать Лишний раз Кошель Я заберу Тут еще один стоит Это я видел Давайте-ка я Почти что здесь Давайте я вниз съезжу Просто посмотреть Давайте я в пяточку Мы, по крайней мере, знаем, что здесь А внизу мы не были А я бы хотел Кто будет жить в этом доме, когда я покину этот мир Насколько хитроумные механизмы смогут пережить меня Сколько веселит меня ждет в этом месяце В мой дом приходили знаменитые грабители, авантюристы и профессиональные убийцы Только для того, чтобы через пару часов умереть Моля опощать и пытаясь сбежать Где-то здесь А где здесь? Три метра подо мной Но это явно не на этом этаже Хорошо, я вас понял Давайте тогда берем вселение И едем вниз Авантюристы у него там Я что, какой-то весный этаж проезжаю где-то? Или что происходит? Я помогаю, что прославят меня не значимой Завы и солдат Нет, надо, надо Но без меня Осторожней Эта машина весьма опасна На ней я испытываю часовых солдат на прочность Вы правда ищите Соколова? Этот старый ворчун Действительно, где ты здесь? Ага, окей Где он? Он просто потерял сознание Его даже не пришлось вырубать Так, значит Соколов здесь Угу Вот он Соколов Ха-ха Интересно получилось На этаж ниже Соколов На этаж выше Так, итак Великий могучий Соколов Не соизволил помочь мне создать Новую модель часового солдата Что ж, у меня есть решение Моя электронная машина Полузабытый И практически бесполезный проект Придется кстати Если правильный настрой Она проведет участки Повредит участки его мозга Соответственно А, ответственный за свободу воли Но не заденет его знаний И возможно другие полезные качества Например, как Это не больно признавать И выдающийся талант Желтко какого-то садиста Его зависят Но это было сказано Если только электрошоковая машина Джендыша работает Правда, это не очень-то милосердно Вы хотите, чтобы я сюда Джендыша запихал? Нееет Че, да что ли? Вы хотите, чтобы я туда Джендыша запихал? Типа усыпил его и Да ладно Так Там вон еще есть чувак Которого я хочу убрать Он мешать будет Тут у нас еще прислуги Прислуга я убивать не хочу Воспользуйтесь Воспользуюсь Вылезу из этого чувака И воспользуюсь Чего, придется душить, не? Придется Так, я так понимаю Что когда я их душу Я их автоматически Отбираю Окей Так Как мне туда проникнуть? Это где-то между этажами Черт Все это где-то там Как мне туда попасть? В смысле, а вылезти я сюда не могу? Спасибо Ладно Может не поместиться Если что Такая жемчужина Ты отвернуться не хочешь? Да, вот сходи туда Я уверен, что он меня видел? Чувак Чувак, вот будешь в такой позе спать Ты потом пожалеешь, что я тебя не убил Серьезно Рыба Кто сейчас вспомнил присловие рыба Вспомнил домино Давайте признавайтесь Сколько нас, стариков Которые в принципе знают, что такое домино Так В прошлый раз, когда я дернул такую штуку Случилась не очень хорошая вещь Ну ладно, и в пять Давайте Да За стенами есть место Как туда? Ага За стенами есть место Это я понимаю, да А как мне туда? Так, минуточку А кнопка? Когда движутся стены и пол Вы чувствуете, как четко работают шестерные роторы? Как точно натянутые? А, нет, я понял Я понял Я понял Зря я сюда приехал А, отвратительное место Я уже ненавижу всей душой Туда как-то что-то можно попасть Но я не до конца понимаю Вроде как наверх приезжаю Потом не наверх приезжаю Потом еще куда-то Ладно, давайте А-а-а Вот оно что-то где-то О, привет, ребят Так, про идею История самого создателя Кеннер Джиндуша Это мы читали Опять Не похоже Куда-то сюда Давайте походим Посмотрим, что здесь Рядом Есть У меня убьет Если я пройду Или нет Вот что Прикол О, амулет Давай Вырубайся уже Так, ладно Да Вот это меня бесит На самом деле Одно нашли Одно нашли Как мне через эту Стену пройти Или никак Или я сюда и так попал В тайное место Так, милочку Ну что там, пять было, да? Милет, амулет Восстановить империю В дело вашей жизни Но почему вы вернулись В ка... Ммм, возможно, если бы Минуточку А в труп я вселиться могу? Ну, не в труп, а В сплюху А зачем мне это надо было В принципе Ну, пройти, да? Ладно Ладно, ладно, ладно Пока много вопросов И не так много ответов Как мне хотелось бы Картины не забираются Стаканчики Стаканчики мне не надо Меня интересует картина Которую можно степить Мышь? Крыс? Крыс-мышь? Мышь-крыс? Лаборатория, туда Крыс-мышь-крыс-мышь-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси-крыси- ничего то есть это мне просто нужно было для доступа сюда понял ничего непонятно черный амулет руна туда черный амулет все это где-то в между этаж я в этом застряла никак не привыкнуть и мне что находится ладно знаете меня настолько раздражает это место что я пожалуй не буду даже сильно охотиться теперь у меня вопрос хочу ли я туда соваться а а а а а а а отвратительно но я так и полагал что там есть эти уроды я слишком много патронов трачу в никуда мне нужно срубать ему башку а что а мне нужно на этом стоять 2 грин так эта штука у нас открывает все обратно я понял сколько их тут будет есть еще где-то один доктор и так антошка ты живой я заберу если ты не против ты мне всегда нравился но это твои картины заголов чувак ты жив нет кору только вы могли сюда пробраться но типа да меган помогла мне вас найти надо уходить джендер собирается создать армии часовых я уже в курсе знаю спасибо и должны его остановить остановим я скоро к нему загляну ты же как мне сказать что ты умер а без сознания фух хорошо давайте без роботов давайте без роботов без роботов без роботов я могу так просто я понял закрыться здесь так внешние стены а вот это интересно куда меня приведет блин а я не хочу лишнее нажимать ладно ладно значит минуточку вы хотите сказать что я должен был его вынести что ли там и серьезно черт даже было так просто почему я сразу этого не сделал теперь мне придется тут носиться а чей-то звук сейчас был а кстати записку ты не прочитал дорогой антон надеюсь шум часов солдат твоей комнаты не нарушает твой сон на меня их на меня их твердые шаги и нежно нежное электрическое жужжание производит убоит еще действие но ты можешь со мной не согласиться действительно твоем положении шум может сводить с ума особенно когда нажимание нажимная пластина для выхода из камеры расположена столь искушающе близко если ты осмелишься выйти из зала апробации словно серая морщинистая устатая крыса поискать сыра в лабиринте тут у тебя и тут тебе встретить наш неутомимый страж ты умный человек уверен тебе не нужно объяснять что следует что сделают эти острые штуки с твоим старым изможденным телом джиндаш да забрал человек ну теперь отвести себя в экипаж и потом уже разбираться с джиндашем хорошо годится ф5 что-то я сразу не догадался отнести его блин это было на самом деле глупо с моей стороны ф5 что-то был на себе покажу надо осмотреться показалось чего откуда ты там взялся же даже всех вырубил идем вниз поговорим тут один вообще нет откуда ты взялся я что всех вырубил уже явный до спал он произошел сейчас ну давай мне не до шуток отлично так на того солдат оса у меня уже выходи на честный бой ты так ой блин оказалось нет не может быть я только что выстрелил и перезарядился это было отвратительно я выстрелил потому что хотел бросить антона нажал не на ту кнопку я же говорил меня это путает иногда я выстрелил потом нажал еще р перезарядился хотя у меня полные жизни а и моменты реально бесит так хорошо тут я вроде как подобрал все где там у нас был склад с гренками оглашающие оглашающая мина не спасибо так будильнички он тут заведу ничего нету там кто-то есть ребят ну не было же никого ну сфига ли зачем так поступать хочу же по-нормальному сделать вали отсюда безголовая мне теперь что везде на пути это будет да да руна или амулет как раз мне до этого сейчас а тут эта дверь не открывается я забыл нам придется пройти немножечко с другой стороны антоша погоди у нас тут нам тут добраться надо блин это опять не туда мне вот через здесь туда все я понял не самое очевидное да я в его особняке путаюсь тут прям технологии соколова на отрывок из недавних книги описание машин соколова одним из преимуществ строя соколова состоит в том что все они имеют стандартные магнитные крепления для бака с переработанные в уровне которая служит топливом когда бак пустеет на его место легко можно установить другой этот процесс настолько про что работа мы с вами это читали но она читаем процесс на зорка про что любой рабочий или младший солдат из городской стражи позволит справиться с задачей это относится и к защитным системам таким как разрядный столб или световая стена и к рельсовым дорогам используем как транспорт теми кто может позволить себе это единственный очевидный недостаток разработаться колова взрывоопасность масло имели место несчастные случаи приводившие к порче имущества и телесных повреждений в результате взрыва баков было такое мне просто немножечко вызывает сомнение что все вообще все сделал только соколов никто больше этого не додумался я заберу пожалуй это не надо вот да у нас там был еще пьеро но пьеро это был такой добрый завистник а этот у нас типа такой злой завистник оба завистники так тут мы всех расчистили очень жаль что произошел до спаун этих ребят не было это я точно знаю давайте без роботов пожалуйста и у нас тут кстати лабораторий 73 метра джин то есть я могу типа оглушить джин душа и отвести отнести его в лаборатории перепаять ему мозги я не позволю вам его забрать соколов величайший мыслитель нашего времени и теперь он будет блин опять у меня нету грен да я молодец в 5 не позволишь забрать да говоришь а ты тут один бот если один то я тебе приделаю ноги не присылай их ко мне не будут разламываться блин я остался даже без пуль а это плохо я на них очень много трачусь не понимаю точно и были мити теоретически я понимаю что с ними делать хорошо хоть они пока еще не стреляют к экипажу а куда к экипажу да метка не сработало нормально метка плене сработало ладно сокол соколовчик да квартал авента я думаю может быть стоило с этим придурком сначала разобраться потом лезть за соколовым ну то есть было бы проще не пришлось бы два раза ходить туда сюда и он бы возможно на меня не натравил бы всех безопасности теперь займемся джин дышим годится пойдем так антон соколов меган фостер отвезти ее его к ней все нормально все хорошо и 5 опять вот этот отвратительный особняк так не просто особняк идем я не я наверное не буду сильно напрягаться здесь искать эти руны амулета тут амулета в принципе один руна в принципе только одна амулеты там пара амулетов ну если найду случайно то найду но здесь все так отвратительно запутано сделано и нам да нам было так чувак ну что ж теперь я доберусь и до тебя особо церемонии надо пули где-то достать я много на них трачу и в 5 кстати я вот чё подумал и в 5 я щас еще одну сделаю на все эти случаи и в 5 чертом 2 f9 мне нужно запастись этими гранатами я боюсь я буду выходить отсюда короче две бочки их вполне взрывают нормально иди сюда у нас два робота да здесь и так понимаю блин я бутылку случайно выжрал со всеми этими манипуляциями пахнет туда уехал при любой короче непонятной ситуации я просто буду кидаться в них баками с ворванью пофиг на все и в 5 сожри тварь иди сюда боевый протокол 8 недопустимый объект но он сам себя взорвал технически табличку подберу и тут где-то должна валяться табличка в этом все мусоре давай сюда и в 5 не сутись ко мне твари прям хорошо сейчас было вот это хорошее действенное средство против них зачем я столько гранаты использовал ну как бы да я не знал что так можно наверное надо было додуматься вот кстати две пули тоже подойдут теперь я себя чувствую уютно есть еще давайте ребят выходите так обработка соколова соколова оказался крепче чем я предполагал упрямый старый козел а ты убила бы его если бы я не был так осторожен с электронами шоковая машина моя цель сделать его податливым но все же способным помочь мне разработки новой модели часового солдата сейчас каждый часовой стоит целое состояние но уверен что мы с моим старым учителем найдем спот учителем найдем способы дешевить их кирин дорогой мой великий изобретатель письмо от герцога абелем кто еще обладает столь острым умом кто еще из моего ближайшего окружения способен творить подобные технические чудеса чудеса не оценил как превосходно сработали твои часовые солдаты в даунволле изрубив в клочья верных эмили колдвин стражников а брианны эшворд считает неоценимой твою помощь с оракулом далила будет довольна будь добр сообщи мне как только получишь желаемое от антона соколова дави на него как только считаешь как толь а как сочтешь нужным любые методы дозволен нам нужно найти способ поставить их часовых солдат на поток рамзи и королевские убийцы только начало мне нужно расправиться с остальными союзниками далилы с джин дышим герцогом со всеми да если вдруг для тебя эта новость туда герцог лука абелем так ладно ребят труп и я вот сейчас о чем задумался ну по логике вещей я бы ни в коем случае не стал бы оставлять джин душа в живых по понятным причинам даже если ему промыть мозги все равно есть опасность того что он когда-то очухается и поймет что с ним происходило и всякое такое ну не знаю по моему это крайне опасно но по логике игры игра нам говорит о том что да ладно чувак все нормально не спорю не спорю симпатично бомжатник конечно симпатичный так я так понимаю что тут мне нужно будет изменить неплохо живешь знаете что ребятки подождите одну секундочку пожалуйста так ребят я тут просто набегал и наделать себе еще баков с ворванию я заметил сначала что вот здесь у нас есть передвижение думающая что-то закроется что-то откроется если на меня попрут я смогу покидаться во первых во вторых пока бегал нашел здесь есть рычаг конфигурации и также это ноги этой твари я увидел вот такую штуку еще не читал давайте посмотрим обработка скалом и усилия по тонкой настройке электрошоковой машины пока не слишком успешно и подавление наиболее досадное проявление личного субъекта таких как сила воли при сохранении познательных творческих способностей кажется нереальным вместо этого моя машина превращает субъекта в лепещущие дитя в таком состоянии соколов не нужен и получается то есть я не смогу тебя переделать я просто смогу стереть весь твой мозг чертям а вот это мне уже начинает нравиться значит давайте в пяточку дергаем я таки думал что балкон куда-то уедет кабинетец кабинетец тварианная ашвард будет построена новая империя старые преграды такой простор для действий часовые солдаты сыграли свою роль но каждый стоит больше чем богач видит за всю жизнь все движение извините все соединяйте соколов вместе мы пожалуй снизим стоимость часовых в разы как его украшу расстрогаю своего старого учителя жажды открытий или же приложу клеммы и дам высокое напряжение это неважно извините я не думал что когда дерну он начнет речи какие-то толкать но я думаю в принципе поняли что здесь творится монеты монеты если что у меня тут это есть баки до f5 да 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 оглушающие мина оглушающих мин у меня нету ой в смысле нет у них полно так вот взламывающие инструменты но он явно видит что я приближаюсь и он явно будет готов вот это вот мне больше всего не нравится он полностью контролирует ситуацию наконец-то вы нашли меня лорд защитник вы понимаете что это самая совершенная лаборатория на островах и что вы второй человек который сюда заходит постарайтесь ничего не сломать обязательно часовые солдаты разберитесь с нарушителем их два почему а может быть и не два может быть и больше возможно будет смысл сгонять за ворванью еще так f5 где эти твари хватит дурацких игр в кошки-мышки выходите мне пора работать да я сам тебя ищу чувак ты где так это я не могу пока включить нет 7 ну хватит выходите сразитесь со мной а я могу телепортироваться вместе с этой штукой нет у меня руки забиты что это было боевой протокол и 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 знаете чё ребят до свидания никчемные куски черт надо было больше баков я знал что 2 не сгодится ладно с контрольной точки идемте было бы у меня просто четыре бака там я бы сейчас обоих там и развалил бы ну блин это же логично пойду принесу те которые на балконе знаете череба давайте за кадром так ну ладно ребят вроде я готов там два бака тут четыре бака одним баком и сейчас привлечем внимание я так понимаю там 3 было идите сюда идите сюда твари минус 2 она того стоила так я заберу вот он собственно сам не сможешь прятаться вечно я не собираюсь ну давай кирин джин дыш что такое ищет ищет тебя не привет чувак поместить джин дыша в машину не знаю проще было бы просто нафиг его убить честно вот просто он изобретал тут всякого кирин надеюсь что бледные звезды благосклонно взирают на твои попытки заручиться поддержкой соколова но если старый козел не подчинится твоей воле то предлагаю запереть его в твоем зале апробации подвергнут непощадно электро электротерапии я приступил к созданию нового чучела теперь в виде соколова дай мне немного времени мы сможем оказывать влияние нашего уважаемого гостя интересно обработаться я устала возиться со своими старым а это было кстати это мы читали что тут еще у нас интересненького это просто печатная машинка тут какой-то над каким-то движком не движком на работал так это я заберу картина это явно то что мне нужно я очень надеюсь что их много не попропускал вроде как стараюсь играть внимательно вот сейчас когда мне больше ничего не угрожает я могу по-человечески посмотреть некоторые вещи теперь я могу воспользоваться сердцем 22 под нами ты издеваешься давайте а тут это лабу посмотрю кстати руна прямо вот под нами где-то черт так не забыть для питания электрошоковой машины не хватает мощности пока это не будет справлю мне придется экономить на питание других лабораторных платформ ха ха те головы сразу буду разбивать солдаты бесят кстати где вот вторая карточка табличка не знаю почему но я их собираю мне кажется что я собрал все таблички всех солдатов которые здесь были потому что на мой взгляд я их всех убил анатомия химия вот крафт а это я могу переключать мощность все понятно что мне это даст а вот похоже это сад ну что ж у нас оптика вот крафт тут мы перенаправляем да у нас вот оно как все работает да хватит меня ездить туда-сюда то есть по всем вот этим отделением можно пройтись я так понимаю минуточку она то на но тут все тоже написано если я хочу анатомию стенд заблокирован он не каждый раз вот так вот а вот в анатомии как раз и руна которая мне нужна спасибо ну хоть так так кирин ты спрашиваешь как выглядит и что из себя представляет бездна словно теряем существующее место вот мой ответ не утруждай себя такими размышлениями бездна реально так что нам как ничто на моей памяти но постигшие ее понимаешь что столь же абсурдно было бы утверждать что я была мертва бездна невыразима она везде и нигде она постоянно меняется имеет конца в необычной черной бездне краю кроется столько кирин джиндер сколько не снилась твоей натура философии не пытайся понять не доступно этого пониманию и довольствия с тем что тебе дано знать больше чем потому чем простому смертному долила ируны ему подогнал ткана подержи посмотри чуть такое я понял так сердце наверно берем так хорошо это у нас подъедет нет подъедет очень долго меняются стенды если чем тут у нас какого-то бедняги с завязанным лицом тут какие-то ящик открыть ящик закрыть логично тут еще один труп в общем у него все его вот эти вот исследования распределены так хорошо давайте посмотрим тут три стенда уезжают три стенда выезжают так так оптику мы с вами уже видели вудкрафт и чем если у нас осталось в панель это оружейная там бесконечное число этих стендов которые вращаются или это изначально то что у нас было здесь включено в панель пули стрелы о это я неплохо зашел мины всякие блин тварь ты знаешь сколько я на тебя тут потратил и пуль и стрел ну ладно стрел нет вот но если без изначально бы справлялся с ними с помощью баков с ворованием с другой стороны они только на третьем этаже появились так сегодня я отправлю анатомический стенд в лабораторию где продолжу исследование рунного артефакта даже я убежденный натурофилософ вынужден признать что сотрудничество с оккультисткой с оккультисткой брианой эшвард оживило мой интерес к изучению китовой кости после всего что мне довелось увидеть за три года работы с брианой я уже не могу отвергать мысли что китовая кость обладает необычными свойствами брианой если на нее надавить начинать нести бессмысленную мистическую колесу чтобы отыскать ответ самостоятельно я добыл так называемый рунный артефакт который узколобое аббатство разумеется считает теоретическим тем не менее мои исследования до сих пор не принесли никаких результатов а действий этих рун на человеческие ткани могло бы что-то прояснить если бы мне удалось добыть скажем челюсть одного из этих педалаг отправленных смотрителем на костер кстати такого я не читал ладно давайте вудкрафт посмотрим и давайте чемистер посмотрим нам уже просто в самом деле уже пора закруглять серию но мне очень интересно не хотелось бы оставлять таких недосказанностей во-первых во-вторых я все-таки думаю что мне делать с этим придурком и на что его посадить и на куда его посадить так ты уезжаешь вниз да 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 приезжает вот это засыпает город просыпается мафия или по-моему это то что у нас изначально было да он дерево вырезал головы и щиты для своих вот этих придурков ящик да тут куча этих деревянных шлемов чертова отродье вот эти роботы меня реально просто выписали так хорошо здесь но опять же осмотр очень беглый но я не вижу ничего такого давайте быстренько глянем еще чем если бэй бэй и потом нам нужно я все-таки больше склоняюсь к тому чтобы его просто грохнуть чем перепаивать ему мозги и всякое такое интересно что если я застряну там внизу что со мной станется всякие дырочки пробирочки ну давай третье выезжай уже ой понамудрил ой понамудрил сложных механизмов говна всякого так Антон Соколов глава 15 воспоминаний путешествий на пандусе номер 3 это мы с вами читали на корабле у нас это было мы читали все нормально все хорошо тут это просто бумажки щиток так хорошо куда мне садить этого нехорошего человека эту редиску тут у нас можно вот так вот кстати сделать да просто чтобы все открылось по-человечески не пришлось бы в том петля черт знает как теперь что там было так и вот так так хорошо здесь мы у тебя вроде все посмотрели так электрошоковая машина вот это что ли сюда тебя усадить ну давайте в пяточку поместить джиндыша в машину посмотрим в кого ты превратишься такой прикрыл еще так запустить машину аудиограф кстати антон антон соколов бывший притворный ректор академии натур философии да а в лучшие времена самый востребованный художник империи герой моей юности да если хочешь испробовать на мне это примитивное устройство что ж действий джиндыш я не знаю чего ты хочешь добиться но мне было бы интересно узнать что это за аппарат терпение друг мой всему свое время вы поймете зачем нужна моя электрошоковая машина но когда до или после того как погаснет ваш взгляд и что он узрит после кто расскажет мне это ты сами увидишь люди которые также любят слушать тебя как ты может это нам расскажет твое устройство к сожалению нет но оно может отнять у тебя то что ты ценишь больше всего твой интеллект да если ты откажешься работать над новой моделью часового я испытаю это устройство на твоих мозгах я отказываюсь пусть я стану слюнявым идиотом но мне хотя бы не придется выслушивать твои сумасбродные теории ну что поджарим не хватает мощности а что я должен по вашему отключить а я должен понять какая из них меньше всего жрет что ли давайте я сейчас за кадром проверю все быстро в общем ребят я перепробовал все и самая мало занимаемая мощность это анатомия я думаю что сейчас если сейчас получится то тогда круто если не получится я его просто зарублю к чертям серьезно не хватает мощности не хватает то есть мне каким то образом нужно выключить и анатомию тоже чтобы вот этого шкала была полностью пустая но сделать это ну я не вижу как это возможно естественно можно разработчики предусмотрели эту возможность но я не знаю как я также пробовал включать в промежутке пока эти штуки перекру перекручиваются и типа не занимают тут мощность но так тоже не получается короче дружище до свидания тебя ждет новый опыт джинбер я не собираюсь ради него а может быть тут тоже стоило анатомию типа пофиг на иди я не учел что здесь есть два валяйся там своих экспериментов все я пошел отсюда кстати теперь сюда лифт приедет но мне он по сути не нужен потому что я могу выйти здесь я что-то да я наверное протупил потому что потому что там два переключателя и надо было на двух переключателях как-то что-то найти подыскать то-то сё-то но я устал уже от этого дома я устал уже от этой фигни вот я не хочу здесь больше задерживаться и ну это типа было такое одолжение для джиндаша попытаться его спасти а таким вот образом делать усилия для того чтобы его спасать не спасибо просто до свидания гни тут дальше в своем особняке а я просто пошел отсюда все все твоих роботов к черту тебя к черту твой особняк к черту просто гори оно все конем серьезно я устал от этого места не знаю мне не понравилась эта локация очень сильно не понравилась очень сильно но перемудренные запутанные постоянное ощущение что враг контролирует ситуацию постоянные враги которые сильнее тебя постоянно вот это все ну не знаю не знаю не очень зашло как бы не было такого что я могу там где-то бегать скрываться и всякое такое не короче ну его этого джиндаша доктор шоу да нужно было спасать потому что была цель и было понятно зачем зачем спасать джиндаша ведь он все равно останется имбецилом а ну толку с него то ну то что он жить будет ну это уже будет не жизнь какая разница я попробовал немножечко честно но не пошло ладно к черту следующей серии мы тогда уже с вами возьмем соколова поедем к меган свалим отсюда с этой локации к черту будем делать что-то другое у нас он скорого нашел уже чем заняться на этом сегодняшняя серия заканчивается блин у нас то прям овер дофига времени ушло на все это вот поэтому я немножко продлил серию вы не знаете сколько времени осталось за кадром пока я туда-сюда бегал с ворванью пока я пытался перекрутить все вот эти фигни ну ладно вот поэтому все ребятки на сегодня все спасибо что были с нами увидимся в следующих сериях всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда и Субтитры сделал DimaTorzok